Доброго времени суток! Неоднократно просили показать сборки тряпичных хилов, давайте попробуем в этом разобраться. Тканевые доспехи дают хорошие бонусы. Это уменьшение времени действия контролей на 20% и уменьшение длительности немоты на 50%. Именно это делает тканевые доспехи востребованными в пвп. Именно в пвп хилов и магов просто душат немотой, делая данные классы неэффективными. Ну а как можно скастовать заклинания, если на тебе постоянно висит немота? А у железной воли или ясности есть время отката. Сами по себе легкие доспехи делают игрока желанной жертвой для лучников и миликов. И скорее для лучников в большей степени. Стойко тресли пляшки и до свидания. Поэтому тканевые доспехи становятся на нераскачанном персонаже хрустальными. Однако в хорошо загеренном своем виде на персонажа с костюмами, персоналками и многим другим отличный вариант жизни именно в пвп. Если вы играете в пве и пвп вам неинтересно, выбирайте любой доспех. В архейдже пве достаточно простое, особенно если помнишь единственное правило всего пве игры. Выходить из кругов на земле, которые кастует босс. Пве достаточно просто иметь среднепрокачанного персонажа. Хилы из ткани могут выбрать несколько вариантов экипировки. Одеться полностью в ромянку, иметь хорошие устойчивости. Могут одеться в полный библиотечный сет и иметь бонусы с библиотечного сета и еще бонусы от сета лунных камней, которые добываются в порту Аргента. Можно также скомбинировать библиотечный сет и ромянку в виде 3 библиотеки и 4 вещи из ромянки. А дальше при наличии финансов можно уже нарядить хиловые фены или вещи Анталона. Рассматривать и фены и РБ вещи я здесь не буду. А покажу примерные варианты экипировки для первых 3 случаев. Для ромянской экипировки есть классическая схема. Первый стат – сила духом. Далее устойчивость к критическому урону и устойчивость к ближнему бою или дальнему бою. Тряпкам страшны и милики, и лучники, поэтому важно разгонять ПВП устойчивость и устойчивость к урону. Вообще с критической устойчивостью интересные изменения. Из-за того, что в ромянской экипировке много критической устойчивости, это и сами вещи и гравировки, то дамагеры переобулись в пробив и игнор, оставив свои пушки на крит для ПВЕ. Из-за высокого значения критической устойчивости, они оказались в ПВП малоэффективными. Следовательно, это заметили и немного изменили параметры в экипировке, убрав немного критической устойчивости из набора статов ромянки. Лайт кукла тогда выглядит уже так. Сила духа, устойчивость к ближнему бою и устойчивость к дальнему бою. Критическая устойчивость уже набирается за счет гравировок, трусов с костюмами и письменами войны. Понижение же критической устойчивости в экипировке тут же отозвалось у дамагеров, тем, что некоторые начали опять на ПВП надевать пушки с критом. И кто-то рассказывает про повышение эффективности. Но опять же, смотря на кого нарветесь, все-таки адептов высокого параметра крит устойчивости еще много. В любом случае, любая экипировка в ПВП требует хороших показателей различных устойчивостей. Набор библиотечной экипировки хорошо и быстро кастует за счет последнего бонуса за 7 предметов. А также интересны бонусы от рун целителя и спорта аргента. Три руны в экипировке дают 5% шанса крита, а 5 рун еще режут на 4% скорость каста. И каждая по отдельности дает плюс 15 эффективности исцеления. Особого выбора в статах библиотечной экипировки нет. На выбор дается всего один стат и, конечно же, выбирают устойчивость к дальнему или ближнему бою. Из-за чего полная библиотечная экипировка по параметрам устойчивости менее живучая. Но в умелых руках отлично себя показывает из-за скорости каста и опять же из-за бонусов тряпичных доспехов. Так как скорости каста хилам на самом деле на капе становится достаточно, тут и ожерели целитель на скорость каста, и плащ на скорость каста, и руна в шлем, гравировки. А хрустальность полной сборки библиотеки дает о себе знать, то есть вариант совмещения сборок. Берем три части библиотеки и четыре части рамянской экипировки. Из библиотеки можно выбрать себе пояс, перчатки и, например, наручи. Их дешевле синтезировать, и они меньше всего дают статов. А в рамянке взять шлем, нагрудник, поножи и сапоги. Больше всего параметр, возможность выбрать крит устойчивость или две устойчивости к миле и луку. От библиотеки мы получаем еще три руны целителя, дающие 5% шанса крита. Рамянка дает больше устойчивости. Это достаточно интересное совмещение двух типов экипировки, которые уже давно используют у себя дамагеры. Хилы же чаще всего уперлись во что-то одно. В левой части нашей экипировки мы ролим силу духа. Если вы адепт критической устойчивости, то крит устой и один из устоев к миле либо лукам. Либо же обе устойчивости, если пробуете поиграть без крит устойчивости в роли статов на самих вещах. По правой части одетые и сильные хилы часто носят ожерелку целителя. При прожатии она дает на пару секунд неуязвимости выбранному таргету. Это часто спасает. Если вы носите ожерелку воина и все еще ее прожимаете в пвп, удалите ее с панели. Никогда не прожимайте ожерелку воина. Она дает всего 5000 поглощения урона, что в данных реалиях пвп уже бесполезно. Но вешает кд на использовании ожерелки целителя. Не только у вас. Но и у всех тех, кто попал под ваш баф с ожерелки воина в радиусе 10 метров. Ожерелье воина дает устойчивость, в отличие от ожерелья целителя. И это тоже важно. Хилу надо иметь обе ожерелки и менять в зависимости от ситуации. Надо выживать на деле воина. Надо спасать и вам более-менее комфортно носим целителя. В серьге и кольце по бюджету делается нарьет. Для мажоров или терпеливых эфенс. Лично я предпочитаю в бижутерии первым наибольшим параметром выбирать выносливость, потом сила духа. Далее здоровье. И в серьгах это устойчивость к урону, а в кольцах время применения умений. Таким образом мы становимся еще толще. И это хорошо. Для нас это тоже очень важно. Делаем обязательно квестовое кольцо говорящего с духами. Очень хорошие бонусы к устойчивости и выживанию. Ниже мы выбираем одноручная булава и щит. Хилы критозависимые. Потому нам важно гравироваться на крит. В булаве параметры сила духа, шанс крита и сила крита. Среди щитов есть варианты. Для обычных игроков и для терпеливых или мажоров. Ромянский щит на защиту. Гравируется чаще всего на здоровье. Из статов ролится сила духа. Тут кстати можно выбрать уже и выносливость. Силы духа мы много наролили в левой части экипировки. Дальнейшие параметры в ромянском щите очень даже не очень. Я выбираю эффективность исцеления и например блокирование. Можете тут выбирать что угодно. Особо оно никак не сыграет своей роли. Выбор щитов на защиту в разы обширнее чем щитов на сопротивление. А потому нам тут в помощь например и фенский щит. Очень хороший щит с уже полезными для нас шансом крита и силой крита. Есть еще щит с дракона, который может при некотором шансе неплохо похилить цели в радиусе от самого целителя с щитом. Один из трех вариантов. Но в любом случае первым для нас будет ромянский щит. А далее уже по финансам. Либо оставляете ромянку, либо возьмете один из дорогих. Оба щита стоят своих затрат. Лук или ружье разницы нет. Никакой. Гравируем их на крит. Либо выбираем силу духа, либо выносливость для большей попки. Шанс крита и сила крита. Дудка еще один слабо полезный предмет по вырыленным статам. Первый либо сила духа, либо выносливость. Далее эффективность исцеления и третий уже на выбор. Можно хоть скорость бега выбирать. В дудку ставим время применения умений. По выбору статов в нижнем белье и костюме есть вкусовые предпочтения. Однако белье гравируется на скорость каста. Ролим шанс крита. А дальше можно выбрать, например, устойчивость к миле и дальнему бою. В белье, в отличие от костюма, эти параметры равны 6,5%. По костюму моя рекомендация. Ролим общую устойчивость к урону. Ролим шанс крита. И уже можно посмотреть, чего вам не хватает. Время применения умений, сила крита и, например, защита. Что же по гравированию левой части? Шапка. Лучше всего совместить гравировки на шанс крита и пвп устойчивость. Пвп устой позволяет вам выживать именно в пвп. Для пве гравируете полностью на шанс крита. Нагрудник. Устойчивость к критическому урону. Пояс для пвп. Если вы бегаете с гипнозом, а от хела требуется и пвп гипноз на длительность немоты. В пве гравируем на сердца. На руче обязательно гравируем либо гравировками с корпуса, что мажорно. Либо ходим и зарабатываем лиловые стекла, чтобы сделать себе гравировки северной звезды. Они уменьшают время действия некоторых контролей. В перчатке ничего особо полезного нет. И можно поставить защиту. По ножи гравируем на устой в пвп. А сапоги на устой криту. Обратите внимание, что в сапоги можно выбить и вставить камень, снижающий урон от падения. Я крайне рекомендую поставить именно такой камень. Гравитация убивает. Самым частым выбором хилов среди плащей это плащ на скорость каста. 10% это очень жирно. Статы, сила духа, выносливость, устойчивость к криту, восприимчивость к исцелению. Есть еще один параметр, который мы не можем изменить в плаще. Это либо игнор, либо крит заклинаний. Я выбираю игнор. Скиллы хилов имеют магический урон. А значит хотя бы с какой-то стороны оно гораздо полезнее, чем крит заклинаний. Если у вас хорошая скорость каста и вам его хватает, то можно выбрать плащ на здоровье. Но это уже выбор одетого хила. На старте всегда выбирается плащ на скорость каста. Все параметры такие же, как были озвучены выше. Кроме последнего, тут нам на выбор дается либо эффективность исцеления, либо сила крита. Я для себя выбрала силу крита, хотя и эффективность исцеления тоже неплохо. Посмотрите просто на разницу в эффективности исцеления между ромянской булавой и, например, эфенской булавой. Там не так уж и много, а по голде и близко даже не стоят. Примерные куклы экипировок я скидываю под роликом. В некоторые моменты в экипировке являются вкусовщиной и лично вашим выбором. Но от чего отталкиваться я вам рассказала. Задавайте вопросы, вносите свои корректировки, делитесь дополнительно опытом и спасибо за ваше внимание.